МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании Чуваши и я, Ольга Алексеева. Расскажем вам о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. Передвижение под напряжением. Чебоксары и Новочебоксарск полны слухов об отмене междугороднего маршрута. Что предполагают в качестве альтернативы? Белый верх, черный низ. Как, ковыряясь в грязи, оставить чистую душу и получить за это премию? Космос уже не предчувствие. Как не выезжая из Чебоксара, оказаться на околоземной орбите? И что космонавт Николаев отказался брать с собой в полет? Защититься от ковида без отрыва от производства. Мобильные бригады врачей сегодня работают в многофункциональном центре и в спортивной школе Олимпийского резерва в Чебоксарах. Наша репортер Екатерина Шиверова пока не решила сделать прививку, но пообщавшись с теми, кто стоял в очереди за вакциной, призналась, что сделает спасительный укол в ближайшее время. Аргументы за и против в нашем материале. Первый пошел второму приготовиться. Это не парашютисты. Очередь за вакциной. Сегодня, как их называют медсестры, перворазники. Чтобы обзавестись невидимым бронежилетом от атаки вируса, колоться придется дважды. Второй компонент вакцинации через какое время нужно сделать? Второй компонент надо через три недели прививаться. А если человек будет отсутствовать в городе? Если у вас дошло, потому что система федеральная. Можно в любом городе, в любой больнице. Все будет видно. Можно в любой больнице привезти. Лучше сделать раньше, через три недели? Раньше, чем три или позже? Желательно бы, конечно, если не получается через три недели, лучше попозже. Потому что если вы сделаете раньше, на иммунитет нагрузка будет немножко выше, организм будет сложнее. За все время в Чувашии вакцинировал 158 980 человек. Это всего лишь 27% от плана. Не путай с числом жителей республики. Почти провал, признается в Роспотребнадзоре. Среди регионов России Чувашия на 55-м месте. Реанных антипрививочников на пальцах. Тех, у кого нет и пяти минут свободного времени, чтобы поставить вакцину, гораздо больше. В этой очереди сплошь сознательные. Во-первых, я работаю с населением, соответственно, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. И вторая причина в связи с тем, что мы планируем ребеночка завести. Я думаю, чем раньше об этом позаботишься, тем лучше будет. Бактериальная сфера разная. И мы же дышим ими. Мы же при работе с детьми очень много потеем, испарения. Мы это все впитываем. И хочется, чтобы иммунитет всегда был готов. Ведь тренера никогда не должны показывать свою слабость и всегда быть в форме. И хочется, чтобы здоровые тренера работали со здоровыми детьми. Прививку могут сделать все желающие старше 18 лет без предварительной записи. Бесплатно. При себе паспорт и поле СМС. Екатерина Шиверова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков. Игорь Зверев. Республика. Решение не принято, но уже и не слухи. В Минтрансе региона рассматривают вопрос о прекращении работы межгородского маршрута номер 220. Он связывает республиканскую столицу с гордым спутником Новочебоксарском. Десять минут ожидания и двери открываются. Маршрутка 220. Едва ли не под напряжением. На остановке только и разговоров о возможной отмене маршрута. Утром же люди на работу ездят. Конечно, он нужен. 220. Он же именно в такие районы проезжает. Поэтому отменить его никак. Маршрут до Новочебоксарска на самом деле не единственный. Зато самый удобный. Да, я пользуюсь данным маршрутом, так как я периодически езжу на Новочебоксарск. Бывает. И для меня это удобно, так как маршрутов на моем пути за счет 220 больше. И некоторые остановки как раз-таки он проезжает. И если его отменят, останется 262-й получается. И он немножко будет подлиннее. Перевозчик от комментариев на камеру пока отказался, говорит, что решение принято. Но официальной бумаги он еще не видел. Да, маршрут номер 220 и вправду хотят отменить. Его сняли с конкурса. Минтранс говорит, что вместо него хотят пустить автобус номер 32. Пока точно неизвестно, когда произойдут эти изменения. Народ возмущен. Пассажиры собирают подписи о сохранении маршрута. Кто, где и когда собирает подписи, неизвестно. Однако каждый, кто ждал, тот самый 220-й готов подписаться. Ирина, по иронии Чебоксарова, до Новочебоксарска ездит каждый день. На 220-м маршруте я добираюсь до работы. И на нем очень удобно, потому что он прямиком ездит, то есть проблемы не возникают. В региональном Минтрансе сегодня комментировать идею о закрытии маршрута оказались не готовы. Но обещали дать ответ на запрос нашей программы в ближайшие дни. Вадим Уравьев, Анна Центловская, Республика. Парковки на Московском проспекте на набережной заливы стали платными. Час стоянки обойдется от 10 до 30 рублей в зависимости от времени и места. Платными стали участки дорог у кафе «Университетская» по улице Спиридона Михайлова до главного корпуса ЧГУ, у Московской администрации и у ТЮЗа. Заставленное авто после 18 часов и в выходные платить не придется, как и за первый час паркинга. Исключение – новая стоянка на Ленинградской улице. Здесь льготное время всего четверть часа. В случае неоплаты предусмотрен штраф в 1000 рублей. При этом заплатить за парковку можно в течение двух суток через приложение или сайт чеппаркинг.ру. Также можно купить суточный абонемент. Его цена – 110 рублей. Сегодня в Чебоксарах назвали имена лауреатов Государственной молодежной премии. Почетную награду получили 30 активистов. На церемонии присутствовала Ульяна Пятакова. Есть ли альтернатива социальным сетям и как направить молодую энергию в созидательное русло? Отобрать лучших из лучших. Именно такая непростая задача стояла перед комиссией Государственной молодежной премии. Свои работы представили несколько десятков человек. Проекты личные и командные. Журналистика, культура, искусство, добровольческая деятельность, патриотическое воспитание. Все это, оказывается, волнует молодежь и занимает умы, а не посты в соцсетях и скандалы звезд шоу-бизнеса. Очень важно, чтобы вот такие проекты не просто они были, а самое главное, чтобы они масштабировались. И, конечно же, мы всячески будем поддерживать и дальше вот такого рода направления. Анна Володина – улыбчивая блондинка. Сегодня в строгом. Белый верх, черный низ. Обычно вот так. Футболка, кроссовки и джинсы. Ее проект – удостойные награды. Полевая археологическая школа. Детективы прошлого. Черепки, монеты, украшения. Осколками прошлого пишут картину настоящего. Этому учат своих подопечных. Анна Володина несколько лет преподает историю в школе. Зимой уроки в классах, летом экспедиция, что называется, в поле. Была очень насыщенная обучающая программа. Это лекции, семинары, мастер-классы, посвященные истории. Как это происходило вообще в полевых условиях? Это достаточно сложно организовать. Да, довольно-таки сложно, но у нас была вся необходимая техника. Поэтому каждый вечер, если это была, например, лекция, у нас ставили проектор. В этом году и Анна, и другие лауреаты премии продолжат развивать свои проекты. Кто-то готов выйти на общероссийский уровень с перспективой получения президентского гранта. Заявки уже поданы. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Сегодняшние возможности ради завтрашних достижений. В Чувашии определился состав команды молодых лидеров. Сегодня победители и финалисты республиканского конкурса встретились с министром образования и молодежной политики Аллой Салаевой. Команда молодых лидеров – конкурс, который проводится второй год. Его цель – привлечь на управленческие должности специалистов в разных сферах. Несколько месяцев порядка тысячи молодых людей проходили профессиональные испытания, демонстрировали лидерские качества, интеллектуальные способности, умение работать в команде, ставить перед собой задачи и находить незаурядные решения. Нам всем надо как-то мобилизоваться, для того, чтобы дать вам возможность, потому что именно вы – это те люди, которые будут развивать и также работать в нашей республике лет через 10. Мы просто не знаем о тех возможностях. Надо развиваться, надо это как-то систематизировать. И самое главное, нам надо вас, молодежь, ваши лидерские качества, ваше желание очень правильно, Вячеслав Аркадьевич, поддержать. Вот вы нам очень нужны. Теперь победителей ждет бесплатное обучение по программе MBA в Чебоксарском филиале Российской Академии Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации. Очень интересный конкурс. Было шесть этапов. Каждый отличен друг от друга. Самый первый этап – он позволял понять, кто из себя что представляет. Необходимо было создать видеопрезентацию, где рассказать о своей мотивации, соответственно, о том, какие у человека планы на будущее. Далее были этапы тестирования. И самые интересные последние этапы – полуфинал и финал, когда человек проходил с самого разного плана задания и проявлял себя. Правительство страны продлило упрощенный порядок маркировки лекарств еще на 7 месяцев. Всему виной эпидемиологическая ситуация и повышенный спрос на медикаменты. Сейчас, чтобы новая партия поступила в продажу, аптеки и поставщики не обязаны дожидаться от производителей документов, подтверждающих подлинность. Сведения автоматически фиксируются самой государственной системой маркировки. Это позволит избежать задержек в поставках и, соответственно, дефицита на аптечных полках, востребованных и жизненно необходимых лекарств. По такой схеме работа продлится до 1 февраля 2022 года. При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые вводятся в Россию из-за рубежа. Человек важнее системы. С таким лозунгом партия «Справедливая Россия» идет на предстоящие выборы в Государственную Думу, в Государственный Совет Чуваши и муниципальные собрания депутатов. Партия определилась с кандидатами программы, и она отвечает запросу общества на справедливость. Составлена с привлечением научного сообщества, экспертов и практиков, общественных деятелей, представителей бизнеса и промышленности. «Были подготовлены вот эти программные положения. Там иногда может показаться, что она имеет определенные черты популизма. Могу вас уверить, что она просчитана, она научно обоснованная, продуманная и она справедлива. Более того, если она владеет массами и владеет властными умами, то это станет программой изменения жизни в нашей стране. Ключевой тезис – все для человека, все во имя человека». Добавлю, что «Справедливая Россия» планирует занять 15% депутатских кресел в законодательных органах власти всех уровней и стать второй по представительности партии и после партии власти. Сегодня в 3 часа 59 минут транспортный корабль «Прогресс» успешно пристыковался к космической станции. Напомню, 30 июня с космодромом Вайконур стартовала ракета-носитель, на которую была нанесена символика Чувашской республики. Этот полет, без сомнений, попадет в историю космонавтики. А вот окажется ли стенд, ему посвященный в музее космодрома, известный станет через несколько лет. Надежда Яковлева осмотрела экспозицию, как и когда можно будет прикоснуться к таинственному космосу, не выезжая из Чебоксар. 10 тысяч единиц хранения, космос под стеклом, в кафандре и сувениры, автографы космонавтов и их личные вещи, даже фрагменты космических аппаратов. Ничего не собирали специально. Все дарили космонавты, что-то оставалось после стартов. В советское время это место было исключительно засекречено. Само слово «Байконур» не фигурировало даже в официальных документах. И в сообщении Левитана о человеке в космосе ни слова об этом месте. Сейчас наша страна арендует эту территорию Казахстана, но Музей русской космонавтики все равно пополняется. Вот эти картины написал Алексей Леонов на реабилитации после полета. О том, чтобы вывести пейзажи с видами Байконура, не было и речи. Конечно, экспонатов, связанных с первыми конструкторами и космонавтами, здесь особенно много. В том числе и рассказывающих об Андриане Николаеве. Попович увидел в иллюминатор Николаева и в эфире стал восторженно кричать. Андриан, как твое самочувствие? Я тебя вижу. На что Андриан Николаев ему строго ответил. Почему ты со мной разговариваешь на помощь шифра? Нас ведь накажут. Но Поповича нисколько не испортилась настроение. Он сказал, пусть сначала достанут, а потом уже накажут. С Байконура на орбиту отправились 282 космонавта, и все они до полета были в Музей космонавтики. В том числе и дети Чуваши – Андриан Николаев, Муса Монаров и Николай Бударин. Экспонаты, рассказывающие об их полете, возможно, в скором времени увидят и жители республики. Музей космонавтики хочет организовать обменные выставки. Сергей Королев. Это имя и сегодня на Байконуре произносят часто и с придыханием. Многие объекты, находящиеся на территории космодрома, построены при его участии. В том числе и этот музей. Восхищение гением человеческой мысли, чувства, которое остается после посещения у взрослых. Дети выходят с мечтами о близком и далеком космосе. Это точка, которая известна во всем мире, с которой стартовал Гагарин. И для меня это нечто потрясающее, поскольку я примерно с 7 класса увлечен космосом. Мечтаю поступить в Самарский государственный университет, в котором я пройду обучение специальности инженера космической отрасли какой-нибудь. И обязательно буду участвовать в будущей разработке и запуске космических кораблей. Возможно, уже через несколько лет разработки Миши Родионова изменят мир. А потом обязательно станут экспонатами музея безграничного космоса. Надежда Яковлева, Юрий Марков, Республика. Где установить стелу «Город трудовой доблести»? Эту тему продолжают обсуждать архитекторы Чувашии. Сегодня Чебоксары приехал монументалист, победитель конкурса на лучшее скульптурное воплощение символа Денис Стритович. Пересечение президентского бульвара и 30-й автодороги, площадь перед железнодорожным вокзалом, мемориальный парк «Победа» и пространство перед главпочтамтом. На выбор предложены четыре площадки. Решать будут горожане. Мы, с своей стороны, делаем эскизный проект, который, я надеюсь, в плотном сотрудничество с местной архитектурой и общественностью, который совместно принимается, меняется, ломается, двигается, к чему приходим. После общего совместного решения он уже переходит в стадию рабочего проекта, который делает город. Вот так будет выглядеть сама Стелла. Ее предлагают сделать из гранита, металла и декорировать мозаикой. Общая высота – более 19 метров. Вокруг планируется разбить небольшой сквер. Определиться, где это будет, нужно до 8 июля. Назвали на три буквы. В Чебоксарском ЗАГСе обнародовали списки самых популярных и самых необычных имен, которые давали детям. Одну девочку назвали коротким именем Яра, что означает, по уверениям креативных родителей, «яростная». При этом в топ редких неожиданно попали Маргарита и Надежда. Зато теперь есть в Чувашии Розалинда и Мишель. При выборе имен мальчикам родители тоже проявляли фантазию. Светельство о рождении выдано Леону, Гордею и Азалю. При этом уже который год самыми популярными именами в России остаются Анна и Максим. Это главные новости Чувашии. Пятницы 2 июля. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова